Но он сделает это с искренней любовью. Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет от того, кто его не предан. Кришне ничего, ничего ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен. Все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе дважды употреблено слово «бхактия», чтобы подчеркнуть, что бхакти – преданное служение, единственный способ любить за Кришне. Только преданный, а не браман, не богач, не великий ученый или философ может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного «бхактия» ничто не может заставить Господа принять любое подношение от кого бы то ни было. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютно целому. Часть некоррешивых группов. Сегодня у нас необычная тема – взаимоотношения с Богом. Эту тему можно рассматривать, понимать или изучать, можно только при помощи преданного служения. Никто не сможет принять в это территорию отношения с Богом. Потому что эти отношения очень давно прерваны. И когда эти отношения прервались, начали становиться другие отношения с энергией Бога, без Бога. Например, материальный мир – это энергия Бога. И воплощенные все живые существа, окружающие нас, это тоже энергия Бога. И мы в своем условленной природе ищем эти взаимоотношения. И не можем найти. Прямо находясь в материальной природе, в общении с другими живыми существами, мы не можем найти то, что мы можем. Столько энергии вокруг, столько богатств, столько возможностей, но мы не можем найти. И не можем найти даже себя. Познать эти вещи. И эти отношения временные и неустойчивые. Имеют сюда какие-то недостатки. Даже очень близкие люди хорошо знают, сколько недостатков есть в этих отношениях, как трудно. И все лишь потому, что мы ищем отношения не с Богом, а с Его энергией, не без Бога. Шастры, говорится, невозможно найти покой в этом мире, если человек не станет на путь спать. Прямо. Он говорит, что ребенок случайно брошеный где-то в магазине в людном месте. Он будет звать маму. Причем удивительно, почему так обеспокоит, ведь вокруг так много есть людей других, строят отношения с ними. Столько возможностей. Ты, может быть, в магазине находишься, там тоже множество товаров, много людей, покупателей. Но ребенка это абсолютно не интересует. На самом деле, это лишь беспокоит его, а внушает страх. И даже если дядя и тезе пойдут, дадут конфетку, почему так плачешь, но пока они не дадут, его мама не успокоится. В какое-то время, при береже, кто-то может добрый человек оказать, не условно. И все же, ребенок не будут удовлетворены этим. Будет звать, 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 даже присутствует его доброжелательство, просто звать, 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 пока мама на самом деле не вернется. И не возьмет на руки. Тогда он чувствует, теперь все хорошо. И все это взаимодействие с Богом, подобный тому пример. Потому что в материальном мире мы живем как бы в аналогии, не в истине, а в аналогии истины. Здесь очень похоже на духовный мир. Разница в том, что мы здесь не получили, нас не верит. потому что это лишь аналогия, подобие. Дядя и тетя очень похожи тоже на маму и папу, они такие же люди. Может быть, даже кто-то и поумнее, и по красивее. Но все же нас интересует Кришна. Мы согласны даже на то, чтобы жить просто очень, непогато. Даже на это преми согласны. Они согласны даже практически все испытания личной жизни. Они готовы к любым потерям, премиум. Ничего не ждут взамен. Никаких энергий Кришны без Кришны не желают. Потому что премиум по определению он хочет, он премиум Кришне, и он кроме Кришны никого не знает. Без Кришны он видит, что этот мир пулкно создает. Как ребенок видит, что так много людей, но без мамы, без папы, бессмысленно все это. Нет прибежища. Мы сейчас обсуждаем Бхак, отношение с Богом. Это очень сложная наука, но про Бхак, она очень проста. Она очень и очень проста. Нет как. Ее сложно понять материальным рассудком. Но вступить в эти отношения может каждый в соответствии с этим стихом. Ничего для этого не нужно, кроме любви. Вот где эту любовь взять? Да, вопрос. Эту любовь мы берем. Упрямим от Бхакты появляется Бхакты. Бхакты нам обиджамати Кришна говорит, от Бхакты ты получишь Бхакты, то есть иди к преданному, татвиты, праня, паня, 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 если даст, то немного и взаимы, как обычно. Но Бхакты он даст, Кришна может даст. Но если вы получаете Кришну, получаете все. Поэтому мы не видим, чтобы духовный учитель платил с умничниками деньги за преданное служение. И все же ученики понимают, что мы получаем от умничника все. Все самое главное и самое важное. И служение здесь описывает. Кришна говорит сам, что ему нужно. Мы бы не знали. Как пропасывал этому преданному, что ты вообще знаешь? Когда он говорит, это трудно поверить, это трудно понять. о, мы этого не знаем. Как бы черный говорит. Что ты так говоришь? Никогда мы этого не знаем. Он спросил, пропадарь, а что ты вообще можешь знать? Что ты вообще знаешь? Ты кроме своей матери и отца никого не знаешь вообще? Поди, ты. Ты в этом рождении находишься, ты ничего не знаешь, кроме этого. Ты находишься поутровью матери до сих пор. Ты же не ушел оттуда. Пока ты не померешь, что родства с Кришной вот как с высшим отцом, что ты вообще знаешь? Ты можешь пугаться всего на свете и не понимать, что происходит. Проживешь невежество и страхи и беспокойствие всю свою жизнь и не оттуда. Проживешь и рождение, и смерти, и старости, и болезни много-много-много раз. Что ты вообще знаешь? Разве ты знаешь, как освободиться от страданий? Ты получил высшее образование, закончил школу. Ты такой ученый, но ты понятия не имеешь, как освободиться от страданий, потому что ты не знаешь Кришну. Кришна освобождает от страданий. Бог, никто другой не может освободиться от страданий. У него много имен. Мукунда означает он освобождение. Одно из имен Кришны, Мукунда. Почему? Кроме него никто не освободит от страданий человека, от рождения и смерти никто. Пока душа снова не восстановится отношение с ним изначально она будет в цикле рождения и смерти. Неогряненно даже эти задачи не ставят в цикле рождения и смерти. Даже в этом цикле не знают ничего. Находясь в этом цикле они ничего не понимают, потому что думают, что уже вечно. И Кришна говорит, как просто все листом, цветом, плотом, или немного воды здесь в допросском переводе, или даже этого нет, просто немного воды. Ну, как правило, воду как-то где-то можно найти, хотя после дождя. Ну, бесплатно они можно выпустить с него. В магазине сейчас тоже продается. В нашей жизни вода не продавалась в магазине, мы принимали, этот пример лучше. Но сейчас даже воду трудно найти. Чтобы Кришна Бабы как мы не знаем, может быть, немножко воздуха. Даже чистый воздух проблема, где брать все эти лепестки. Сейчас зима, цветы дорого стоят, плоды дорого стоят, не по карману даже. Но, если вы увидите в веническую культуру, эти вещи, они были повсюду, и за них платить не нужно было. Как когда-то Ахмонтарна вся цвела дяблями, грушами, сливами, шелковником. Я помню в 52-м году. Это был просто город-сад, где фрукты просто падали на проезжую дорогу, на тротуарах. Никому не спалил труда, снять дерево, фрукты. Это было легко и доступно каждому человеку. Вот это имеется в виду, что есть вещи, которые очень доступны, очень легко доступны. Вот просто берешь вот этот цветок с клумбы, если он свечет, ты несешь Кришну и все. Это все. Четные выйди, когда идут на праздник, они обрывают все деревья и клумбы. И никто не против, все знают, как Кришну можно. Потому что, потому что люди обретают любовь, обретают разум таким, путем, обретают Кришну. Например, если вы подходите к человеку, предлагаете ему фрукты, незнакомый человек, и он не берет, что это означает? Не берет, означает, он не хочет с вами строить отношения, он отказывается. Ну, а если вы даете ему фрукты, и он принимает, что происходит? Что это означает? Означает, что вы друзья. Вот, конечно, об этом и говорит. предложи. Дай мне что-то. Ты же для себя живешь, что мне дай, что-то, что-то какое-нибудь срабит. Фрукты найдены. Ну, или воды чуть-чуть. Просто воды. Ну, с любовью. И я приму твою дружбу. Мы станем друзей. Это называется взаимоотношение с Богом. Бхакти. Очень просто. Просто по форме, по содержанию, не просто. Где взять любовь? Как если мы кланяемся к божествам? Всякое можно думать в это время. Того, кто видит поклоны, или того, кто кланяется. Когда я первый раз когда кланялся, алтарю, я не хотел кланяться. Ложный эго не позволял мне сделать поклон. Как это я буду унижать, сейчас кланяться? Я был молодой, глупый, атеистичный, воспитанный в духе материализма человека. Поэтому я просто уговорил себя сделать сгруппироваться. Занимался спортивной гимнастикой, я знал, что это называется сгруппироваться. Сгруппироваться я мог поклониться нет. Что толку, группироваться перед Кришней, скажите. Ирина говорит, так просто, воспевайте светоимина. Но что это означает? Это означает избегать всех оскорблений. О, трудно. Но я могу как покупать хотя бы это делать? Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Рам, Я очень чисто. Они враговаривают, у них язык, знаете, здоровый врагов. Маленький язык, клюв, четкий звук. Но это многое означает. Такие простые вещи, которые можно физически сделать, не так простые духовно, был один преданный современний Господа Читая. Карабашин Храбыч напомнит его имя. Когда он клавился предшествам, если бы не авторитет, не он разрушался. Абирам Токур, значит, я правильно помню. Абирам Токур, он имел особые шахты, то есть такую, такую юбную преданность, что когда он кого-то бил палкой, у него тросточку палочкой. А если какой-то человек не танцевал, он бил его палочкой и передавал мой экстаз, сильнейший экстаз, все получают благословение от этой палки. Был такой фигант, такой липус следил, кто у него экстази, я, покажи это мне, и палка. И человек сразу по экстази, отчетал любовь к Богу, от одного удара палки. Так просто, просто палочкой по голове, попробуй. Сработает. Нужно быть Иперанда Кура. Мы понимаем, я у них палочкой здесь. И он делал поклоны, настоящие поклоны. И если кто-то установил божества неавторитетно, сегодня нас авторитетное божество остановили. Но мы проверим потом еще. Пригласим Иперанда Кура и проверим. Если какие-то шивы были неавторитетные, он делал поклоны, эти камни, просто камни, они раскалывались пополам, он так тревизм взлетает. От поклона к Иперанда Кура, поскольку не были авторитетными. Авторитет, когда он делал поклон, экстаз увеличился. Люди очень уважали, любили Иперанда Кура. И одновременно боялись. Может, он сделал поклон в мою сторону. И в одной деревне другой предан сарцом, в которой были шилограммы шилы. И он был очень известным преданным, потому что каждый день, каждый божий день, когда он подносил прасады, свои шилограммы шилы, они съедали все с тарелки прямо на алтаре. Пустая тарелка. Поэтому все люди очень-очень уважали его преданного Кришна сам с алтаря съедает ежедневно все. Это редко бывает. Мы же там предлагаем, и все остается на месте. Приходится дебять. Ну, собственно, я ради этого всю и девушку поеду. Но этот преданк, похоже, думал о другом. Он просто коробил Кришну. Доставить ему удовольствие. Кришна настолько был благодарен ему за это, что съедал он прямой. Это он свихер я прямой. Я могу принять буквально. Прям взять. Не то, непонятно. Взял и посмотрел хотя бы. Представляем, что он посмотрел. Понюхал. Мы вообразились хорошо. Может, даже это воображение нас связывает с Богом. Но бывает так, что на самом деле цветок предлагает, цветок исчезает в руке человека. Или божество поет молоко, молоко исчезает просто. Даже есть такие видеосъемки. Это был сенсационный видеосъемки, который в Индии регулярно происходит. То есть умер это известный факт, как молоко, цистерна. Но этого преданного божества съедали всю пищу на подносе к этому предлагал. И опера узнал об этом преданного. И подумал, я должен видеть этого чисто преданного поклониться. Что его служение было в поклоне умело кланяться. Он мог делать духовный поклон. У него была такая сила духовная. И он прошел долгий путь, чтобы прийти в эту деревне постучался в дверь и вышел отец этого преданного. Он сказал, что это преданное дома. Прямо жажду выведет чистого преданного. Знаете, чистый преданное, кто хочет общаться с другим чистым преданным, преданного. Жажду человек чистый преданное видит друг друг другом, не голосом поднимается на лаве на текст азовом. Просто когда видят. Но спутники господа читали, такие были все. Мы пытаемся. Мы пытаемся стать такими же. Пока вот изучаем. Патрана, Пашпана, Калаана, где взять таян, как предложить, как все сделать. Вроде просто. И отец, увидев Фирам Такура на пороге, он так перепугался за сына. Если он гланится, некоторые божества раскалываются в прах на лаве я не знаю, что будет с моим сыном, если уходит не только сердце нечисто у него, он убьет его своим поклонным. Он сказал, его нет дома. Куда ты ушел? Когда вернется с Пашпана? Не знают, никогда не вернется общаться. Фирам Такур был очень простосердечный человек, он поверил этому. И он так опечатился, что не может увидеть чистого преданного всю жизнь. Ищет чистый преданного, и тут была возможность. И он потерял этот шанс, я несчастный, я видимо оскорбит, и Кришну не дает возможность общаться с чистым преданным, он так стал плакать, грыдать, ушел за пределы деревни куда-то 6 миль. И под деревом остановился вот как тебе несчастлив, как неблагочестив, я пришел, его не к дому, неизвестно, когда вернется, а был ведь недавно. Вот неудача, судьба какая, мне не достоин общения с чистым преданным. В это время тот преданный подошел к концу и спросил кто-то был. Никого не было успокоиться, никого не было. Так просто какой-то приходил правом пожить. Нет, нет, я чувствую какой-то необычный человек, скажи мне, где он сейчас? Куда ты ушел? Это перед ним почувствовал, ему Кришна сказал, что это что-то неудивительно, потому что Кришна принял пищу в этот дерево. Какое-то оскорбление все-таки совершил, какой-то необычный человек приходил, куда он пошел, в какую сторону, отец? Да куда ты за деревней? Подержал туда искать, нашел дерево. И когда они узнали, вот он чистый грядок, вот он чистый грядок. И Акхирам в Дандалак при нем упал, и такой экстаз, взорвался просто экстаз. Так взорвался, что экстаз перевелся в пение и танцы. Они стали как сумасшедшие петь, танцевать, как сумасшедшие выходы. Деревня сбежала просто за шесть миг без микрофона все услышали Кир, сумасшедший Кир, там все деревни сбежали со всей округи, говорится, вот слышно, они стали так танцевать, что в танце, в сумасшедшем бешеном танце холокольчик с ноги холокольчик срвался и пролетел еще тридцать миль. И там упал, образовалась секунда в половину этого помещения. Мы на такой не были, он показывает эту яму. Это колокольчик с ноги холокольчик попал сюда. Так общаются предами. Пашечки любовной обеда. Ну, улучшите это. Чуть может. Так смотришь. В испочитании танцевала на кирпляне не было видно ни руки, ни ногу вообще. Когда вы раскручиваете что-то огненное, такое кольцо получается, вот видите золотой шар люди. Он превращался в золотой шар. Не было видно ни руки, ни ногу. Такая была скорость его. Мы не можем подражать господу читанию, если мы так раскрутимся и мы говорим на месте. Превозлияние, сосудолопы, на какой-то третий энергии. На физической платформе это невозможно практически. И сколько же ты что-то может принять сколько угодно? Ему ничего не нужно вообще, а любовь он принимает безграничную. Это означает, что у нас есть большая любовь, много любви. у каждого из нас есть большие возможности служения Кришне с позиции любви. С точки зрения материальных ресурсов не так много у нас есть на самом деле. Мы едва с концами сводимся. Но с точки зрения любви нет границ. Почему? Кришна выделяет этим одним любовью. Он принимает просто плод, цветок, а в ответ дает большую любовь. И преданная эту любовь уже большую снова использует служение Кришне. Кришна снова выделяет больше любовью и снова продолжается. Представьте какими энергиями владеет преданная. Можно сказать чем владеет преданная сам если он владеет Кришне. Но преданная думает что ничего нет. Все преджит Кришне. Такова любовь. Все возвращает Кришне. Все что он принимает возвращает. Это любовная беда. Здесь об этом говорится. Кто же кропат говорит кроме последнего глупца откажется обрести сознание Кришне с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства вечной жизни блаженства и знания. Кто же кроме последнего глупца откажется отказаться такого простого метода. И в этот день я слышал вчера Кришна Пушья Феджиха была в полнолунии когда луна находится в звезде Пушья очень благоприятное время и Кришну в этот день купают гирь целиком в Топрином басты потом наряжают потом начинают украшать особого образа и высыпают на него тонны цветов Пушья пчжаль и еще проводят по городу чтобы все видели как красив Кришна такой праздник очень эмоциональный сильный праздник я его первый раз провожу здесь ни разу не видел но я слышал что в Чаупаре проводят один из основных праздников Чаупаре там община у них около может быть там 10 тысяч человек может больше и каждый человек каждый приносит с собой цветы десятки тысяч людей получается несколько тонн цветов приносит все эти тонны цветов потом цветы потом сверху утопают полностью разгребают их снова и снова утопают разбрасываются на людей как очень статистически редки мы что-то подобное видели во брендаване в прошлом году мы были на карте клубах жили в русском доме там есть русский дом в брендаване шестиатарный русский дом русский объявление русский язык другого все русские все вредав без него это русский дом и туда пригласили на праздник приживаться они нам показывали спектакль приживаться ну вы знаете что чудеса конечно чудо света в спектакле приживаться как показывают Кришну как они его чувствуют на них это естественно любить как и там как раз и был этот сюжет когда Рат и Кришна это были два мальчика актера там мальчики играют театр мальчиков один мальчик наряженный по Братхарани очень красивый другой как Кришна и до этого они танцевали павлинов но и другие вещи а потом они сели в центре на сцене и начинается пуш-паппи-джет не знаю сколько цветов было мешки 4 цветов там были разрезены нас приглашали всех посыпать этими цветами с головой полностью 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 невероятные чувства потому что в это время говорится Кришна ходит в актеров как сейчас мы видели Ахишеку Кришна ходит сегодня в божества вот эти формы это день установления благоприятные ребята сначала показывают перед этим Кришна начинает пробуждаться у него глаза пробуждаются слух пробуждается специально на церемонии чтобы как-то показать что Кришна сейчас видит сейчас слышит в данный момент и потом начинается Ахишека и так божество входит в ту форму которую преданный хочет видеть его Рады Кришны это может быть Рады Шейсам Чимас Сундра Рада Галинда Рада Габина Рада Дамада есть еще много оттенков настроений много имен это все Кришна и также он входит в преданного который ведет Киртан когда преданный кто-то ведет Киртан Кришна тоже входит в него через него Киртан он ведет Киртан и также кто-то играет Кришну на сцене Радхарани Кришна входит в них на это время не навсегда не то что не навсегда саратха и Кришна но на время игры вот поэтому это делают во вреда они актеры и все присутствующие начинают делать опишевые это удивительное чувство присутствие кришны и мы не почитали комментарии разогласив себя единственным наслаждающимся предвечным господом и тем во имя кого совершаются все жертвоприношения господь говорит здесь о том каких жертв он ждет тот кто хочет заниматься преданным служением господу чтобы очиститься и достичь цели жизни трансцендентного любовного служения богу должен прежде всего выяснить чего от него хочет кришна это хорошая медаль в руках это правда если кто-то намерен скажем служить богу встать на путь служение богу то прежде нужно знать что же нас хочет понять его желание тот кто любит кришну всегда преподносит ему то чего он желает и никогда не станет предлагать того чего господь не хочет и о чем он не просит так кришне нельзя предлагать мясо рыбу в этом стихе выйдет если человек не предложит яйцо рыбу или кусок мяса не найдете нигде писание чтобы он просит эту жертву есть другие писания если ты сам хочешь есть мясо тогда хорошо сделать так но нигде не найдете чтобы от имени бога было сказано дай мне мясо дай мне чужую плоть убей кого-нибудь и дай мне ее кровь вы не видите ни одного такого утверждения слышали но есть другие утверждения если ты все же хочешь это сделать хорошо уступка сделай это так как жертвоприношение но кришна уже это не принимает сам лично не принимает это делают другие его энергии вы не найдете нигде из истории кришне чтобы он когда-то ел такие продукты если бы он хотел чтобы ему предлагали и кто сказал бы об этом вместо этого господь просит предлагать им листья плоды цветы и воду и говорит что примет их отсюда следует что он никогда не примет от нас мясо рыбу и яйца овощи зерно фрукты молоко и вода предназначенных пищей людям самим господом кришне любые другие продукты нельзя предлагать господу его он не принимает их поэтому преподносим вот такую пищу мы перестаем христа если действует на уровне любовного преданного служения то есть так любовь не для проявлять предлагаю кровавую пищу больную пищу никак не связано с бахты это связано с личным желанием только человека или если человек будет просто есть эти продукты сам по собственной прихоти он разовет низшие качества природы потому что критично будет отсутствовать высшей энергии будет отсутствовать выше разум будет отсутствовать и тот кто такую пищу принимает считается что человек уже утратил разум но если мы все-таки едим красавты и что предложено кришне который принимает равно возвращается дадаме будь йогом там разум можно вернуть божественно разум в этом практике бахти йоги как бы есть лекарство и диета от этой материальной болезни страданий диета это конечно красавты лекарства тахари кришна маха манты святыми на бог в 13 стихе 3 главы че кришна говорит что тот кто хочет духовно развиваться и освободиться из материального плена должен питаться только остатками жертвоприношения те же они предлагают ему свою пищу говорит он в том же стихе едят один грех иными словами с каждым с этим кусочком они все сильнее запутываются в сетях материальной природы видите какое большое значение пищи однако тому кто приготовил вкусные незамысловатые вегетарианские блюда ставится перед изображением господа кришны и склоняясь перед ним просит господа принять его скромное подношение обеспечено духовное совершенствование телесная чистота и ясность мыслей которые приходят в результате развития тонких тканей мозга главное главное чтобы подношение было сделано с любовью будучи владыкой всего сущего кришна не нуждается в пище и все же не принимает ее от того кто желает таким образом доставить им удовольствие самое важное в приготовлении раздачи и предложения пищи действовать без любви кришне это другое чудесное свойство просады освещенная пищи идет всегда хочется раздать другим это автоматически происходит обычно люди могут дать вещи что касается вкусной пищи они наказывают моя пища звери также берут свою пищу клыками когтями отбивают защищают свои права и пищу но удивительно то что когда человек готовит просад и принимает просад у него возникает естественное желание распространить расстать бесплатно от просад если кто-то ворует просад при этом только радуется никогда не гневается ты своровал мою пищу нет он радуется он честно это творчество он просад как же повезло ему даже сейчас вы говорите что если вы воруете просад это не приравнивается к правовству можно воровать разрешено просад кого нельзя воровать грех но если вы воруете магом просад не грех так что по определению вы с голоду не врете в сознании грешно вы имеете право просто зайти и взять магом просад бесплатно естественно и все никак никакой кармы не будет да такова идея-то кришна милость кришна просад называется милость и форме пищи это тоже тоже милость если она предложена кришне тоже милость кришне сам кришна в форме просада приходит очень мистический процесс это описывается ведь мы даем какие-то простые вещи а что получаем получать невообразимо освобождение к рождению старости болезни и смерти почему так потому что когда кришна принимает он не торговец он не торговец любовью если мы предложили это от души просто плод кришне немножко воды просто от всего сердца он от всего своего сердца ответит но уже в соответствии положение это несоизмеримо невозможно так что вы платили скажем 10 тенге на рынке и вам весь рынок продавали за отдавали просто такого не случается но кришне на такой одна торговка фруктами увидел его она проходила там мимо дома надо махаража на все торговала фруктами выйти торговка торговцы фруктами это почти что нищие люди эта женщина проходила и она кричала что у нее есть манго и банан яблоки виноград пожалуйста выходите кого нужно виновая торговля денег не было обмен на зерно обычно тура счет фрукты нужно зерно только врачи зерно нужны фрукты а не эта женщина у нее была полная корзина фруктов она кричала идите сюда сюда здесь фрукты я здесь каждый день кришна знал эту женщину что она много жизни служила ему теперь она получила право продавать фрукты около дома кришне такое право необычное мы тоже здесь продаем но кришне нет и кришна услышал и пошел покупать даже не лично ему предназначалась кришна отреагировал точно так же как все ему было тогда немного может быть около двух лет я не помню что он еще ходил не устойчиво но что-то уже говорил что-то понимал он видел как меняли на фрукты взрослые он взял возле зерна все маленькие ручонки зерно и пошел менять покупать фрукты никогда это счастливая торговка фрукты любили по избой кришну у него волосы поделись в пиво что она искала много жизни кришне так-то просто найти вам нужно искать в сердце но тут кришне сам появился и пошел покупать у него фрукты у него было несколько зеренок в ладошках он их просыпал половину пока дошел давали в ладони блаженно улыбаясь наполняю экстазом волнишек и протянул руки за фруктами это бедная торговка чуть с ума не сошла от счастья она вообще забыла что делает она даже не видела кришну что у нее слезы релись ручьями она выкладывала всю свою корзину ему на руки на плечи куда что помещалась она не знала что же ему еще отдать вообще всю эту корзину на на него подрузила видимо добрые эти фрукты переложила и больше ничего не было она посмотрела в корзину или что там гора драгоценностей кто-то говорит что это был последний день жизни этой торговки она больше не могла жить она освободилась она ушла покинул и так кришна принимает любовь философ имперсоналист упрямо твредящий что абсолютно истины нет органов чувств не в состоянии понять этот стих агабхиды для них это либо метафора либо свидетельство того что кришна поведавший бхагавад-гиту был обыкновенным человеком однако на самом деле кришна верховная личность бога обладает чувствами которые как сказано в писаниях универсальны иначе говоря каждый из его органов чувств может выполнять функции любого другого именно это имеется ввиду когда говорится об абсолютной природе кришны не будь у него органов чувств едва ли можно было высчитать совершать его считать совершенным седьмой главе кришна объяснял что он обладатворяет материальную природу помещая в нее живых существ он делает это просто откидывая взгляд точно так же и в данном случае слушая обращенные к нему слова любви с которыми преданно предлагает ему пищу господь тем самым есть ее и ощущает ее вкус это необходимо подчеркнуть особо поскольку кришна абсолютен слушая он пробует и вкушает пищу только преданный который принимает кришну таким как он описывает себя сам без собственных толкований способен понять что верховная абсолютная истина может вкушать пищу и наслаждаться ею видите какая глубокая тайна в этом стихе знаете в чем тайна практически никто из людей не может понять этот стих пропадает и снять и последним задом комментарий почему почему такие простые вещи человек не понимают и не делает потому что он думает что-то стих нужно перетолковать вот чем проблема вы заметили это свойство ума уму всегда хочется все перетолковать все что мы слышим и читаем освоим это проблема обусловленного несовершенного ума хотя он несовершенен в своих мыслях и качествах он все-таки хочет делать по-своему несовершенно даже слушая совершенные вещи он сделать несовершенно как говорит если молоко чистейший продукт на улице коснулось жало змеи а мы кстати давидом также абсолютная истина касается такого ума персонального боеватского ума она трансформируется во что-то обычное это метафора это аллегория какая-то мне нужно буквально воспринимать то что здесь написано он говорит ну истина растапливаем перед глазами здесь написано если человек с любовью и преданностью несет листок цветок плод или много воды и непременно прямой его подошли вот все ясен смысл даже без комментариев каждый стих ясный посмотрите внимательно богово длитву и посмотрите сколько комментариев здесь так причините комментарии потому что прямой смысл люди не видят и не слышны все перетолковываются по уютные секреты вы их понимаете бог не личность не обладает чувства я не могу ему дать где его рука я не видел его как он может есть то что я ему предлагаю у него что есть живут и зубы не могу представить что у них какая-то форма какие-то качества характеристики индивидуальности что он личный потому что бог отрезвляет самим собой а его с обычным существом это называется пашанди или вудха глупец а слабо подобный человек он думает что все такие же как я я такой не все такие же если я мошенник значит все другие тоже мошенники и ребенок думает если я честно все другие тоже честно это наилет глупец но наоборот нужно все сравнивать с ним не с собой а с абсолютно наивны поэтому нужно ее принять как она описывает себя сама и конечно будет вокруг идти об этом что он источник всех энергии которые мы пользуемся все энергии мы пользуемся мы пользуемся мы по-другому жить не можем без бога жить невозможно столько энергии дано человеку смотрите и нет покоя нет порядка столько проблем потому что ничто не предлагается кришне материальный продукт услуга кришне не нравится когда ее не предлагают кришне пытаются наслаждаться независимо от кришне матери природа тоже личность это не в ее духе поэтому у нас сложное отношение с материальной природой и живым существом каждый для себя каждый для себя и никому это не нравится ни нам ни матери природе ни каким другим энергиям кришны потому что все они личностные единственное когда приходит удовлетворение для всех когда мы делаем что-то для кришны как подобным образом как ну пищу кладем в желудок только тогда все части тела будут туда удовлетворены как только ребенок на руки матери попадает тогда он удовлетворен никаким другим образом пока мы к кришне не придем мы не сможем жить в мире счастье гармонии а что если мы предложим не цветок листок и не плод а свою душу да об этом здесь и говорится вот душа любовь означает цветок листок лишь предлог ему ничего не нужно вообще ничего не нужно это лишь предлог это простые вещи которые можно бесплатно найти деньги но под этим предлогом просто украсить кришну показать его красоту всем если вы вкладываете душу это самый ценный дабоч поэтому несомненно предложить эти вещи просто но вложить туда душу нужно учить ему достаточно одного цветка слонга джендра предложил один цветок он предложил в момент смерти кришне достиг совершенства всего лишь на все все что он мог сделать четверо кумаров оказавшись в ворот вайкунхи они вступили в конфликт со стражей вайкунхи инцидент произошел на границе материального и духовного и господь вышел чтобы решить этот конфликт сам в ворот вайкунхи это уже все порог из этого порога вышел на района что любой форме сияющий улыбающийся безмятежно какие конфликты не странит он решение любых конфликтов он не конфликт он решение любых конфликтов он наивший источник любви и высших сил и когда четверо мудрецов кумаров которые никогда не видели глазами на район они лишь понимали персональный аспект могущественный безграничный аспект брамана для желающих слиться многие персоналисты даже слиться с этим аспектом раствориться там избежать страданий как уйти в нирвану подобное но когда они были перед собой форму господа его походку они застыли как каменные злояня когда увидели эти мудрецы не были даже сильными мудрецами они они жили на высших планетах он был открыт и все сатя лока тапа лока джана лока они видели все в этом мире это не наш опыт совсем они имели безграничный опыт практически они видели все и совершенство несовершенствовали полу богов они видели великих мудрецов они сами были мудрецами они понимали истины но когда или форму на район они остолбенели просто когда они даже моргать не могли потому что в это время они бы не видели его они не могли даже моргнуть и гнуть они стали выглядеть как будто кто-то нарисовал они должны двигались не шелкнуться а господь он просто шел своей походкой двигал руками живо атрибуты улыбался вел себя естественно свободно его глаза были подобны лепесткам лотоса сияли как закат солнца гирлянды в одежде не увидал и там рой пчел гудел видишь с кими гимнами вокруг него эти пчелы пели веда ему желтые одежды струились как нектар по его телу представьте выше небесного нектара все было духовным на нем даже украшения каменького уступка серебри которые отражались в щеках раскачивались форме акул и волосы были как реки как темные водные водные реки глубокие и он в части тела в той же напоминали лотос разных цветов они просто столбили они забыли про браман провести персонал и брамат это вообще не привлекательно они подумали от куда мы стремились мы же там не увидели в этой формы никогда никогда не узнали что он лично сморствились брамане мы потеряли все все заслуги вы наши пропали даром наша ученые наши усилия наши аскезы наше отречение наше задание зачем все это если вы не видели эту форму интересно что он был покрыт бутонами туласи потому что преды предлагают ему туласи этот листок тут написано листок листок это листок туласи главное особенно особенно важно туласи лично всегда принимает независимо от квалификации туласи он примет обязательно потому что это великое преданное считаете что что вы ему не предлагали без туласи он не с нежеланием это примет или вообще не примет нас и даже как эта вещь не очень значительно стуласи он становится очень значительно для господа очень важен и сток туласи эти туласи был облеплен просто ведь на стопах были манджари туласи у него и забыть манджарий достиг обоняния четырех кумаров этих великих брамачариев ныщетих брамачари никогда не вид вожделения вы не можете возбудить чувство того кого нет вожделения их ничто не привлекает в этом мёртвом материальном мире основном на вожделении но когда они услышали аромат листок туласи предложенный стопам господа мы сильно пришли в волнении родились возбудились но уже не вожделение это было прямо они стали бредами просто потому что понюхали предложенный листок цветок плода да какое благость кто-то предлагает просто может попробовать на вкус или почти запах уже очищается даже запах просада очищает если мы не готовили не предлагали кто-то предложил уже один только запах и вид просада может человека освободить по большому счету да такие примеры говорится такая сила таких отношений это самое сокровенное знание глава называется и как все просто и доступно все это могут делать интересно что мы говорим иногда о философии новым людям они не все конечно понимают сразу но что-то уже понимают что-то просто слушают потому что интересно во что-то хотят поверить хотя но когда мы говорим что нужно есть освященную пищу всегда к нибудь люди берутся за грандаши и скажите как я даю освященную пищу все все готовы это делать у нас есть духовная склонность к этому оказывается у всех людей иди кришна кришту если мы едим пищу не предложенную даже вегетарианскую мы едим грех она не чистая пищу пусть она будет советческая сказать пророченное зерно на солнце не знают на все что угодно самое лучшее грех если ты предложишь немножко воды я приму вот это будет достаточно это очистить тебя это святая вода чистит все твои грехи и карму и преданно едят просад каждый день по несколько раз поэтому они уже забывают о ценности привычными поэтому рекомендовано посещать другие храмы другие дома где готовят просад по-другому ходить в гости друг другу и там всегда просад лучше и к вам будет придет удивиться какой просад каждый день это готовит кто-то придет с другого дома так предные живут они ходят в гости друг другу чтобы поесть просады даже многие приводят на эту программу чтобы тоже подождаться просада если просад не будет достаточно хорош сегодня многие скажут ну никуда не катится сегодня обещаю просаду по очень здесь нужно держать в контакте чтобы просад тоже был достаточно качественным и так лишь ничего не нужно ни от кого и он все же просит немножко воды как будто он про шарик ну хоть фрукт дай какой-нибудь зачем ему а он хочет это любви хочет общаться он желает общаться может быть не мы не очень желаем общаться боимся что мы будем делать если кришна как страшно и кто знаешь нужно делать когда кришна пиле хотя бы спротив слуха не ближе но поклону даже забудете сделать расстройство вальт такой важный чек так расстраиваться что забавьте правило прописание это происходит когда мы видим кришну все про прописание разговариваются так же как четверг кумаров они даже не поклонились ему они застряли на месте смотрели не забыли про поклонный про хари кришна просто на свет и только когда этот запах пробудил их заново вернул к жизни уже в другом сознании они начали затосить молитвы великих совсем другие совсем они по-другому чувствуете по-другому стали по-другому говорить все стало по-другому потому что наконец они вернулись кришне к тому кого они искали кого они потеряли миллионы миллиарды жизни назад так наши отношениями потеряны где-то вечности очень давно но для души и проблема может вспомнить душа вечер хорошо вопросов не будет праздник да там конце вижу руку а и и и и я надеюсь, что вы сможете это ответить, чтобы больше понятен. Пропады говорят, что единственное, что человек должен быть чистым, бедным, бедным. Значит ли это, что Кришна не принято мое отношение? Точно. Мое тоже не принято отношение, что я не чистый, бедный. Но он примет от чистого бедного, поэтому я предлагаю чистому бедному. Пропады научил это делать. То есть от меня Кришна точно не примет. Точно. Однажды я был на том фестивале давно. И я слушал Киртан и Дородину с вами. Он пел часа два, наверное, и мы оказались где-то вообще в Новосибирске в конце. Правда. Совершенно удивительно. Киртан был невероятен. И ко мне подошел один преданный, после этого Киртана. С большим букетом роз. И дал мне руки. Я говорю, почему мне? Киртан Пиландрадимов с вами. Дело в том, что я для него эти цветы принес. Но от меня он не примет. Потому что я перед ним виноват. Но от вас точно примет. Поэтому вот просто дайте ему эти цветы. Не говорите, что от меня. Потому что от меня он не примет. Вот от себя. Прекрасный белый букет роз. Я был в шоке. Собственно, я и хотел что-то сделать с вами. Но у меня ничего не было. И поскольку у нас с ним такие отношения, что он от меня это примет. Он предоставил. От вас примет. Поэтому вот, пожалуйста, дайте мне этот букет роз. Я хочу предложить своему духовному учителю. Но сейчас от меня не виноват. Он точно от меня сейчас не примет. Понимаете, какая интересная вещь? От меня не примет. Ой, ну кто я такой? Но я знаю того. От кого он примет точно. Я предлагаю это ему. Своему духовному учителю. А мой духовный человек думает, это я кто такой? Я своему духовному учителю передам. Вот он настоящий человек. А тот думает, это я кто такой? Я хуже всех. Вот мой гуру макарат. Чистое золото. Я просто железо. И вот так по парампали Кришна получает. Он получает столько любви, смотрите, по себе приемственности. Но никто из нас не должен считать себя чистым преданным. Кто мог бы непосредственно Кришне это предложить. Да, мы им поступаем согласно парампали. Приемственности. Мы, главное, чувствуем, что мы с Кришной наравне уже общаемся. И что теперь мы как бы равны с ним, раз он наш друг прием. Гордиться нечем, если мы даже предложили ему автомобиль Тойоту, гордиться нечем. У него гораздо больше навыков. Мы не купим его Тойоты. Даже 7 миллиардов долларов. Соберем по всему миру. И предложим ему. Этой пылинке не стоит того, листочка Туласи, который он принимает от чистого предана. Поэтому, конечно, конечно, это правильно, сомнение верное. Преданы так и чувствуют, что от чистого предана во время, то как же мне быть? Поэтому я ищу чистого предана во время. Чтобы Кришна вам доволен, ищу чистого предана, служу чистому предану. Да? Так. Какие стандарты и чистоты должны быть? Что предлагать? Что предлагать? Стандарты и чистоты. Значит так, бреди голову все. Бреди голову. Бреди голову. Бреди голову. Бреди голову. Бреди голову. Потом идете делать в баню все. Потом одеваете чистые одежды. Потом готовите просад. По стандарту нужно делать омогенник приготовления просада. В йомуни или в ганде. Потом, если не брить голову, нужно завязать все свои волосы, чтобы волосы не попадали никуда в продукты. Но, если же быть коротко стрижены, это не должно быть под ногтями ничего. Итак, нужно делать омовение, одевать чистые одежды, из которых вы ходите на кухню. В туалет не ходили, в этой одежде. Не касаться никаких стен, ритолок не нужно, когда вы готовитесь к просадке. Лица не нужно касаться тоже. Дышать не нужно тоже. Ну хотя бы через раз, возможно, но хотя бы старайтесь через раз. Не нужно говорить громко, брызгать слюной на кухню. Лучше молча, слушать лекцию, думать о Кришне и как можно лучше это все делать с желанием, чтобы он попробовал первое, то что там получится. Вы должны медитировать, просто не пробовать, а медитировать на любую пищу. Как ее сделать? Великолепной, вкусной, удивительной, рассыпчатой или какой-то разнообразной, влажной. Вы должны медитировать, вот так, держать в сердце. И потом вот на эти вкусы вы медитируете, что Кришной попробует. Вот это йога, вот она. Потом вы предлагаете Кришне специальный поднос, с которого никто не ест, специально есть такие тарелочки и серебра из долл, то он уже украшен бриллиантами и так далее. Вы понимаете, все это хорошо. И вы предлагаете Кришне, и там может быть листик туласи, немножко воды рядом с пищей для определенных целей, чтобы Кришна мог тоже ополоснуть рот потом и так далее. подушечки ставите перед этим подносом, чтобы божества сели на эти подушечки и принимать. Вы за это выходите, включаете бажан какой-нибудь тихонько или сами поете. И божества вкушают пищу минут 10-15. И потом наконец-то вы встаете, взбираете все это с поклоном, потому что там что-то ценное, очень-очень ценное, непосредственно от Кришны получаете, он же принимает, теперь непосредственно от него должны получить что-то удивительное. Маха Прасад спотноску должна отдельно выложить, не смешиваясь с оставшимися кастрюлями, это особая ценность Маха Прасада, остальное уже тоже считается предложенным. И Маха Прасад отдельно раздается, пища принимается руками, сидя на полу. Прасад должен быть на какой-то посуде, на какой-то подставке, а мы сидим на полу, но по высоким стандартам. И даже руки и рот полоскать не нужно в раковине, потому что идут стоки потом в нечистые места, а остатки просады не должны попадать, они должны выйти на улицу, под дерево помыть руки и рот полоскать. Это, я говорю, стандарты, которые джиганатка будет использоваться. мы не успеваем все угодно до конца, если бы преднарод полоскали все на улице, было бы странно. если мы здесь берем свой пир, потом все пойдем на улицу, на дорогу, там будет задор какой-нибудь. случайно. Ну, поэтому мы учимся вместо обстоятельства, но мы помним эти стандарты. Помним. Если есть возможность, мы делаем так. Я, может быть, даже не все еще рассказал, не все тонкости, я даже помню. Ну, вот примерно так. Если вы не можете сделать омовение, например, сменить одежду, готовить нужно, тогда вы идете, сполучите руки, рот, стопы брызгаете, сбрызгаете все вот так вот в воду, частично омовение, и можете на кухне, в такие обстоятельства. Действуйте согласно месту, времени и обстоятельствам. И если вы предлагаете панчетат изображению, то стандарты простые могут быть очень. Можете даже предлагать, там, просто показать, даже простат, и побежать на работу. И ты, господь, что не догонит, там что-то случилось. Ну, тебе надо догонит. Может быть, такие игры. Если господь, что они все же не успеют взять ничего, то надо догонит, возьмет, возьмет, что-то в вашем поднос, и все же это будет простат. Очень милость. Если у вас такие обстоятельства, что делать? Он может на любую это тоже перекусить с вами быстренько или на работу. Но если у вас есть возможность, пожалуйста, потерпите. Пусть он вкусит с баджином, то есть со вкусом. Делайте это со вкусом, с бактой. И потом пригласите гостей. Это важно, потому что вы должны услышать о премьерных об этом простане. Это ливо. Потом нужно немножко пообщаться. Если вы чувствуете чувство премьерных, совершенно опьянели от родца. Пьяные устроили дебош. Такое кирпно, что соседи всех вызвали всю полицию города. Кто про сад удался на славу. Премьерных забывают, кстати, что соседи еще есть. Что-то на самом деле ресторан, а не храм. Забывают тоже, что это. Обычный ресторан. Ну, предные заходят, афишека, предлагают от сад и все. И тут уже храм. Все забывают. Потому что петь там, целапина, выходит, думает, что это вообще такое творится. Это каталмата. Да, трансцендент, да. Кришна принимает, Кришна отвечает. А если листьев в Тулусе нет? Тогда можно палочку Тулусе, коснуться палочкой Тулусе, того, что вы предлагаете, либо произнести вслух. Тулусе, Тулусе, Тулусе. Читаете красавица перед алтарем, вслух приносите Тулусе, 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 Тулусе. Призывайте звук. Как присутствует Тулус. Я вот, например, задел. Если где-то, например, в дороге находишься, приобретаться, приготовить нет возможности. Я могу это в форме, как бы, медитации приготовить? И предложить вот так же. Да, да. Хорошо. Только голодным останетесь. Так, все нормально. Да, конечно, конечно, да. Это главное. Главное именно в уме. Это так же вы делаете. Конечно, например, откупать кровь. Ты ничего не говоришь вообще? Ты по празднику скажи что-нибудь. Я ничего не знаю об этом празднике только. Ты что-то знаешь больше? Вастута Маму. Вастута Маму? Вастута Маму уже сказал что-то о празднике. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. В общем, сегодня праздник. Мы не знаем точно. Сегодня праздник. Но на самом деле, если Кришне даже кто-то директор предлагает, это уже праздник. Там всегда праздник. Что-то по акции. А в этот день, когда отца звезды Пурча, это очень благоприятное влияние. Вот вчера, сегодня, полнолуние. Пурнима. И очень благоприятное влияние в этот день именно украшать Кришну. Кришна, он в руках гопи как марионетка становится. Они с ним делают, что хотят вообще. Он им полностью отдает себя. Что гопи – это самые воздушные прелины во всех мирах. Они могут наряжать девочку. Говорят, Кришну так танцую, но как повернись, так покрутись сюда, но как танцую, танцую и смею. Все забавляю. И Кришна все делает, что им говорят. И в этот день они его наряжают цветами. Очень удивительно. Всего-всего-всего. Не только гирлянда. Просто всего украшают цветами. Необычным образом. Из него как игрушку с ним. Наслаждаются его таким служением. И Кришна все делает, как они говорят. А потом всем показывает Кришну. Смотрите, как он украшает. Все-все-все-все показывает. Вот такие милостивые гопи. Они хотят, чтобы все верят, как Кришна красив. Преданные так действуют. Они хотят доказать, что Кришна самый богатый, самый красивый, самый умный. Они всегда прославляют. И в итоге что? Преданные становятся дорог всем, потому что Кришну дают. Кришна так отвечает. Ты будешь дорог всем, и тебе будут все дороги тоже. Так, Кришна отвечает, когда принимает. Что может быть лучше? Что можно еще лучше? На то, что мы хотим. Спасибо. Спасибо большое. Так, праздник продолжается. Спасибо. 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 Спасибо.